О том, чем еще примечательен Сэмюэл Клеменс, это его настоящее имя. И почему он взял такое псевдоним Марк Твен, вы узнаете прямо сейчас из моего обзора. Классиком то, что каждый считает нужным прочесть, и никто не читает. Но Марка Твена, автора этих слов, уверен, что читали все. Сегодня исполняется 180 лет со дня рождения великого американского писателя Сэмюэла Клеменса. Его творчество охватывает множество жанров. Юмор, сатира, романтизм, философская фантастика, публицистика. Но все мы его в первую очередь знаем по книгам «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Приключения Геккель Берифина». Марка Твена читает в нашей стране уже более 100 лет. И интерес к его творчеству не убывает. Это неудивительно. То спустя 100 лет его автобиография выйдет, то в Калифорнийском университете весной этого года тайник с письмами найдут. Свой псевдоним Сэмюэл Клеменс взял еще в юности из терминов речной навигации. Крик Марк Твен у моряков означал, что глубина реки достаточно для прохождения судна. Когда будущему писателю было всего 22 года, он осуществил свою мечту. Стал лоцманом на Миссисипи и ходил в плавание 4 года. Он гордился своей профессией, но в итоге был вынужден искать другой заработок из-за войны севера и юга. Клеменс освоил профессию рудокопа в копиях Невады и золотоискателя в Калифорнии. Потом физический труд променял на интеллектуальный. Стал журналистом, благодаря чему смог объехать почти весь мир. Носителем факела просвещения на лекторских подмостках. И, наконец, книжным писакой и непоколебимым столпом среди других столпов Новоангрии. Это цитата Марка Твена. Именно так он описывал свой жизненный путь. «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак», — говорил страстный кошатник. Из всех сохранившихся фотографий Марка Твена больше всего тех, где он с детьми и хвостатыми полосатыми. В его доме их было около десяти одновременно, и некоторые даже дрессированы. Говорят, что при звоне колокольчика кошки сразу же прибегали и усаживались рядышком в кресло. А по команде спать они тут же ложились, притворяясь спящими. Чтобы его маленькие дочки легче запоминали сложные слова, он специально придумывал для кошек труднопроизносимые клички. Зороастер, Аполлинарис, Сюрмеш, Блейтерскит. А еще Марк Твен шутил, что если человека можно было бы скрестить с кошкой, человек от этого бы только выиграл. Чего нельзя сказать о кошке. Вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Екельбери Финн». Эти слова принадлежат еще одному мастеру пера Эрнесту Хемингуэю. Однако нет другого такого произведения американской литературы, которая с момента выхода в свет столько бы раз пересмысливалась, критиковалась, издавалась купюрами, временно изымалась или вовсе запрещалась. Уже через месяц после выхода книги, публичная библиотека штата Массачусетс решила изъять ее из своих фондов, назвав в высшей степени аморальной. Сам Сэмюэл Клеменс отнесся к ситуации, конечно, с юмором. Благодаря этому мы продадим на 25 тысяч экземпляров больше. Во многом благодаря его искрометным шуткам и мальчишескому задору эти книги популярны до сих пор.